вот так сказать это за всю жизнь но за всю жизнь цель именно счет 20 миллионов чтобы каждый месяц капала 100 чтобы ты не делал путешествую работа неважно снимал контент естественно буду продолжать снимать контент путешествует дополнительный доход что ребят всем привет иду я надел я петличку все-таки она у меня есть не зря же не все влоги без петли извините что я некоторые влоги пишу без петлички на плохой звук просто это такие фрагменты что в ппх потому что в основном либо спешу на работу либо нужно проснуться еще что-то снять как бы и снять для смр и как бы времени не так уж и много кстати я вышел скорее всего сейчас пойдет дождь я намокну собственно куда я иду я иду отнести отнести боксбери отправить карту видео захвата вот как бы так отправлю ее и заработаю деньжат просто вот эта идея я тоже сидела ела снимал там smr видос такой дума вы представьте да впереди еще но целая жизнь кучу лет и т.д. и т.п. да и вот до моей мечты принципе остается всего миллион девятьсот девяносто шесть до миллион девятьсот девяносто шесть тысяч и все как бы но я знаю насчет раньше допустим на 20 тысяч месяц пассивных можно было прожить в таиланде но в регионе точно можно прожить на 20 тысяч месяц спокойно представьте ничего не делаю но я же еще и буду торговать понятно это мотивация не из-за лени просто мотивация всегда была была мечта чтобы деньги как-то работали то есть приносили тебе но всегда это большой капитал как было допустим знаете шесть-семь лет назад что допустим 10 или 20 миллионов дадут тебе вот этот пассивный доход так она осталась через шесть лет не меняется несмотря на инфрацию все вот эту историю как бы кто не говорил что я деньги обесценились и тогда там на 6 миллионов можно было купить то на 7 миллионов а сейчас на 6 миллионов типа ничего не купишь да это и имеет место быть на самом деле но можно не забывать такую историю что что допустим вот та же еда не так сильно подорожала это имеет место быть конечно в квартирах конечно в машинах до каких-то таких но если просто на жизнь это использовать как вам допустим 10 миллионов тогда и 10 миллионов сейчас плюс-минус вам бы ну нормально вы могли питаться принципе но если скромно понятно если что-то норму ну прям дорогое или хорошего уровня то естественно инфляция все съела но это не повод знаете не делать то есть вот так говорить многие просто я слушаю такой стереотип но все равно все подорожает но это точно не повод так очагиваться так я надеюсь что я правильно иду там должна быть заправка прикольно на самом деле оверсильный просто мега сильный бургеркин где-то я там вид и гаву а вкусный . так а теперь камера направлена себя вкусный . я просто посижу им смотрите как обе как бы ташки круто хорошие ты живем и на самом деле и на самом деле задумался о такой истории но мне кажется топово это топово по виду университет короче где-то тут заправка должна быть только я не могу помнить торговый центр а вот потому что то знание заправки а через аллею мне надо пройти не мог через аллею и потому что дальше ну вот такое как бы начал но мне прямо захотелось знаете испытать этот момент что он бер кстати что уже есть допустим увеличить в двое увеличить двое и представить эту ситуацию что время ты ничего не делаешь фактически но это тоже самое что ты заешь хорошую как ну плюс-минус квартиру кстати есть нюанс его допустим квартиры в нижнем 4 миллиона четыре с половиной а сдают за 10 тысяч ну типа это три процента сложно но это надежно что она у тебя как бы ты дтп представляете как насколько это мало но хотели это равно сильно тому чтобы у меня допустим без тинькофф про лежали на счету частные лежат тинькофф про я даже не прямо а вот из тинькофф про и короче это пять процентов где-то тут бог сбери кстати ну я вам говорю короче будем стремиться буду откладывать я такой уже обо всем подумал но естественно я просто вот дойду там до какой-то цифры но даже не хочу ставить какой-то вот определенные просто дойдут до какой-то цифры и скажем на на сумму там 5000 месте я буду торговать я буду торговать просто пока взяла паузу в плане коррекции рынка да посмотрим может дождусь обвал если дождусь хорошего обвала то конечно я сумму буду на серьезную зайду позицию ну там скажем на 500 тысяч или 300 тысяч но зато у меня теперь останутся всегда пассивный доход ну вот мне нужно сделать так чтобы я не трогал вообще эти деньги то есть абсолютно и отдельно все заработал то есть отдельно как-то набрал в так вот и здесь все для дома может здесь написано и 7 бильярд начата на первом этаже написано 24 носили оленький бильярд аренда может там да не хочу на самом деле загадывать а так вот из каких-то необходимости можете youtube раскачаю к этому момент мне чего снимай да снимай снимай веди собственно влоги просто когда это произойдет вот эта сумма 20 тысяч в месяц без моих так сказать усилий то просто представьте я смогу я смогу снимать так я не понимаю где это на самом деле нахуй а вот гацко я смогу спокойно путешествовать начать пойдет на может не сразу но со временем так мне надо посмотреть адрес все истории я мечтал еще до москвы и представляете когда москву только приехал так что и я очень рад что я уже с позиции вчера команд спросил о биткойн стоил игра что все есть биткойн он горит не на то живого дела я горюк конечно его выявил то 120 процентов профита забрал мы против азовец что-то я не могу понять шести этажный тарас раз два три четыре пять шесть шести этажное здание бог забери должен быть ни одной вывески у меня повелел какой то ну ка щас спрашиваю материалов рампан запчасти мммм это завод что ли не знаю этот блок спорит это очень сильно к это завод где-то 2 зверью появил муж купить тут нужно двигаться сантехника а четвертый дом прикиньте бог сбери все выполнены причем когда я уже зашел я такой думал блин это точно не тут надо соскакивать на важном не то что такое было знаете когда-то раньше там лет шесть назад ходил собседование типы выходил до адрес потому что либо запутался типы либо думал это не то не доходил потом я понял что так делать не стоит нам доходить до конца и вот даже через силу короче доходил до места вот как сейчас это произошло оказался именно здесь это бог сбери хотя и без карты тоже теле 2 очень жирают деньги я естественно его не оплачиваем все я отправил считай 500 рублей залутал и зима не как говорится и зима не а 500 рублей это 25 рублей 25 рублей в год чистыми вот так вот и крутимся вы просто это представьте да это систему и что я сказал про торговлю то есть я еще конечно это обдумал в принципе смотрите если я буду допустим заходить в рынок но опять же тут не факт что будут такие моменты и насколько да и что будет с байонс я смогу заходить допустим на 5 тысяч в месяц это именно такая стрессоустойчивая принципе сумма да она конечно будет кусаться но сами понимаете теперь у меня считай пассивный доход 10 тысяч месяцев до может чуть больше пятерку не так жалко потратить особенно из ниоткуда это не прям вкалывая или еще в счет плюс тем более я сейчас пофиксирую свои расходы что самое важное пофиксировал да и у меня расход расходов то никаких не должно быть наоборот должны быть одни доходы а из расходов знаете что может добавиться но это камера эстетик поэтому будет очень круто если я зацеплю камеру допустим на 8000 дешевле чем она стоит вот сейчас по рынку она стоит 58 не возьму его за 50 но пока таких даже объявление либо уж на но в идеальном состоянии пока таких объявлений даже нет на самом деле не знаю но скорее всего мне вот важней всего взять именно камеру а потом уже стыдик все будет короче зависит от того я не знаю тут тысячный раз все будет зависит от свободного времени пока пока камера нужна только допустим момент когда я загружаю влог мне тоже хочется поснимать что-то там поделиться сказать в эти моменты конечно мне необходимо камера да в принципе но тут есть нюанс смотрите если я допустим покупаю камеру и продаю собственно старую то конечно же конечно же у меня не будет основной вот этой а 6000 а 6000 я продам да и она будет стоять на стримах она будет стоять на стримах и не будет такого что раз ты и вытащил из розетки до из блока питания и от того же из стрима вытащил да и именно допустим делаешь делаешь видос для этого нужна либо дополнительная камера еще одна это уже кудрява но кстати если так вообще подумать обо всем то можно знаете сделать так я вообще хотел в дальнейшем со временем когда будет очень много аудитории я хотел взять себе fx3 когда у меня будет это fx3 я так или иначе оставлю скорее всего это зеве 10 потому что она мобильная допустим fx3 будет у меня чисто для стримов фактически да для стримов или для серьезного продакшен я буду вынимать из розетки и пошел собственно снимать что-то прям серьезно а зеве 10 позволит мне просто снимать контент всегда но особенно там в домашних условиях когда я просто загружаю влог раз достал камеру и снимаешь ну так сейчас я я такой задумываюсь обо всем этом и акцент внимание нужно сделать конечно на докачки своего второго канала хотя бы асмр если жалко прям тратить деньги на еду прям так какие-то блюда показывать и т.д. и т.п. то хотя бы асмр снимать вот чтение я не всегда это делаю филоню иной раз но сегодня снял но нужно как бы каждый день закидывать каждый день закидывать чтобы был буст чтобы был рост канала если честно сейчас захотелось прям перекосить это же видновление а конечно два часа уже пора поесть блин я так рад причем я думаю это далеко давайте в воскресенье а давай потом а может я снова гиреево это отправлю то есть нам косино в итоге вот свободно минутку пошел так сказать в обеден перерыв пошел сходил отправил золотал пятихат который мне будет приносить 25 рубчиков в год ну вот я в общем подумал обо всем этом как бы годная штука нам не пригодится но есть свои минусы у нее очень сильный как этот короче когда вот так водишь камеру у нее сильный ша шаттер или не шевеленки много поэтому она нужна со стыдиком но как бы мне прям сейчас не сильно горит но если представить ситуацию что есть свободный прям куча времени а если вообще представить и путешествие то вам не безумно горит не надо все-таки разобраться с тематикой я сейчас хочу вот именно взгляд а допустим чтобы все было четко до поэтапно и тогда тогда можно сделать допустим купить ее если это какой-то а-ля блог не влог а блок потому что как логерская она все равно достаточно массивная как 2 не знаю надо все надо здесь она мне в любом случае нужно но как бы сейчас процентов до 8 допустим на ну 10 процентов на 10 до нужно вот камера телефон мне нужен процентов на 90 потому что я вреда снимали с ним а вот она как бы эстетик процентов на 10 если свободное время то до процентов на 50 50 40 даже на 70 потому что это разбавит ну сейчас вот допустим то что я еще дополнительно как бы работать будут это тоже разбавит потому что это новый контент типа будет чё снять и будет угарчик новая локация понимаете я в жизни вообще как как контент да не использую ставьте лайк подписывайтесь и пришел сделал на пять тысяч но и сделать стать это рубрику рубрику типа так с пяти тысяч месяц сколько я заработаю на крипте тоже продолжит проект так сказать на видите это минимум стоят то есть пять тысяч месяцев это 50 в год это 60 тысяч в год это фактически то что я бросил курить даже меньше нафигенно это фактически 22 дня в неделю в месяц также заварим гречек два дня месяца что я выхожу на подработку так что можно но я пока подумаю еще сейчас не то время час надо стабилизация тогда то деле это гениальная идея на посмотрим может скорее все так и сделала и рубрика будет продолжаться да и проект артистный арбай 5 сей им минимум то есть этот нормальный риск-менеджмент риск-менеджмент и сути доходы 100 ты рискуешь на 5 тысяч до и стоит сколько это 5 процентов ты рискуешь на 5 процентов меньше 10 это очень хороший риск-менеджмент но тут главное не увеличивать но я думаю я я вас смогу удержаться и не увеличивать потому что пассивный доход это прям вот настоящие деньги на идут как все и говорили и кучу лет назад когда у тебя есть пассивный доход там уже сколько ты не зарабатывал но когда ты это вне тебя происходит просто тебя закинуты да и они работают и приносит деньги это даже не обсуждается в это настоящий буст это прямо потрясающе это даже круче чем вот ты снимаешь снимаешь youtube и этот течет прямо сюда или там твич это снимаешь снимаешь раз секунда на ты или еще что-то это вот прям топовая тема не знаю буду пробовать будут просто но я думаю что это гениально просто это гениальнее вот только когда я шел я догадался об этом все посмотрим пока сейчас чем как будет острая необходимость камере я там сразу возьму камеру это зевишку и скорее всего я еще возьму ее over как выгодно хороший момент как бы звезды сложится хорошая новость у меня заказали старый микрофон фифайн за 3 800 собственно да еще дешевле но по моему покупал я тоже в районе можно 4 но еще пользовался им долгое время сейчас заказали это тоже свободный бюджет так что потрясающе если еще не трачу на что вот я поставлю гречку готовы видите как складывается все я продал карту захвата сейчас еще разобраться бы с флешками и как-то слить все флешки которые есть это чисто можно купить на язык камеру на эти деньги или допустим деньги используют торговли а в торговле просто умножить это там десятки раз но главный риск менеджмент я вот в общем для вас дело обещание что не будет торговать больше чем на 5000 то есть из вне рынка больше 5000 я вкладывать в рынок не буду в месяц то есть на копейки просто ради контента так сказать вот такое обещание акцент буду делать внимание на пассивном доходе и как только придет момент когда мне будет пассивный доход по 20 тысяч в месяц все моя жизнь просто так изменится чтобы представить не может еще к этому моменту мне будет техника вся хотя она у меня уже практически сейчас вся новую это стыдик и камера так что скоро обним уровень примерно тоже как от дохода там знаете 20 тысяч по сумму даже может больше я уверен что мы мечтать будет главным сейчас будут такие влаги обмен такой счастливы спасибо вам огромный за поддержку нам только который поддержал написал ты молодец нового гостей и по поводу или горит или не рассказывает на образ финансовый канал и поэтому я рассказываю дальше расскажу а по поводу завистников но они будут всегда пока их особо нет а вот снимать выпуск 22-21 пара вариантов короче сейчас по идее будут дорожать цены на камеры на все оборудование очень высокая вероятность этого ну посмотрим но пока вот только упала цена потом опять потом только цена на камеру упала потом в общество вросло интересно да я думаю у меня остановлю так вот земли 10 что что много шевелёнки не знаю насколько это решает но с ней вот так с телефоном не походишь хотя мне кажется тоже плюс-минус похоже шевелёнка будет на ходу с ней снимать такое астедик он здоровый то есть это не вот так достал и снимаем все это про здоровая тема которую можно настраивать это именно под съем чего-то обычный поможет мне даже свои тонкости как бы чё брать стыдик чтобы он лежал на самом деле нет смысла просто видите какие плюсы телефона раз я его поставил уже снимаю а вот девушки не знаю но она хороша снимать что-то подсъем еда и там книжки или какой-то длинный блок путешествие да хорошо она хорошо презентует талант то есть фокус у нее быстро если ты наводишь что-то он сразу молниеносные свои фишки я думаю для блога все таки 4к можно будет освоить монтаж но мне хочется ее подешевле взять конечно а вот насчет стрелька такое я точно это это возьму просто что первым чем важно пользоваться сейчас кроме телефона очень жарко на самом деле а окна за ли вы и чего не помню так нужно сразу закинуть то что мне завтра нести микрофон не все-таки зевишка она будет хороша вписывать по ходу тетю моему браслетик осмотреть мне кажется она будет хорошо хорошо вписывать короче ладно не буду мозги я возьму себе 10 потому что она точно чего с чем а6 500 и буду с ней делать выпуски также от груди поснимаю фотографии тоже буду снимать на нее с этим объективом 33 миллиметра защитной главное попробуем посмотрим она будет основной камерой то есть на пару лет точно во первых она легкая в путешествие она вообще не заменим а потом просто я возьму если будет нужно опять же там необходим ты же что-то будет у меня с двух кстати у чувака который мне очень нравится как он снимает там допустим да он беда естественно поэтому как бы все круто на снимаю на даже свои стримы хотя у него немного подписчиков у него там дочь тоже занимается как блогерш сам рассказывал достаточно известно вот он у него есть 10 вверх а допустим основная камера там fx 3 у него есть а также возыгрывает камеры я думаю на самом деле напишите в комментариях стоит я просто сомневаюсь и просто знаете из-за чего это что я боюсь что я куплю она будет лежать потому что вот этот стыдик я каждый раз на работу не смогу доставать то есть настраивать потом делать поэтому такой сейчас они час чего-то геноши здесь нет ладик ты заходишь да только я на другой сервак я на блэкбери поэтому с валерой делать выпуск хочешь маждая на блэкбери пойдет а я пара чеку с этим и на месте поиграем просто я прочитал тему короче мы не успели это вот кто серьезнее все не куча смотрела видосов по gta тема такая они заходили донатили там 2 200 2 200 это где-то 700 тысяч этих дпшек вот стримеры но естественно партнерки им просто платят они донатили а он на разве эти играет ну ладно просто нереально но как бы там то прикольно один чувак написал комментарий что он там был когда я закинул шорцы шорцы заходит сейчас знаешь спрашиваем кстати это его влоге ведь естественно про то что стоит покупать зверь и действие не стоит причина знаешь сомнений в том что что мне на нее снимать но типа если я работаю типа ну да в лучший стрим на стримах она поинтересно насколько она критичная смотрела фикс я уже кучу обзоров пересмотрел но мне нравится что она делает классно классную картинку в плане вот допустим близко поставил потом она близко фокусирует но на кроп ну типа за такие деньги она сама конечно передала но смотреть дороже и у меня нет ни аудитории нет ничего зачем мне смотреть на фикс шесть фикс 3 ну типа 3 килограммовую камеру да давайте короче не париться брать искать с собой на меня и придется таскать с собой добавить оставлять дома типа я про я не знаю какой материал вот что именно в данный момент какой материал чего надо сделать она снимает круто на снимать класс ну вот какой материал позволит делать звезды и действие даст а вот мне сергей шитинка для говорит 5 сейчас лучше и конечно цвежка больше нравится на и данные на выход он не хорошо свет показывал единственная комнату слегка могут хреновый аккумулятор да не есть вещь который останавливает хреновый аккумулятор достаточно слабенький цешка поинтереснее цешка стоит намного дороже там много дороже а как переплачивать не очень хочется типа ради чего не переплачивать подождем немножко коррекции цены извини 10 потом не беру здесь а потом же ранен с с 3 ну он такой тяжелый стадик он тяжелый стадик в принципе неплохо если снимал хотя в какую-то готовку или чё-то такое интересное тогда да все таки не знаю мне такое ощущение что важнее важнее взять этот а что-то уже грузишь ну вот это это петербург как я могу заработать денег минимум как делал штуку как делаешь и ник что ты думаешь алина просто вот смотри я щас без выходных только той же фигня но все равно кто-то не знаю как загрузить не контент и ничего ты сам посмотрел бы такое но я нет но хотя какие-то ров не может я посмотрю и этот бас тоже звоню мне просто фрагмент стрима хрень не знаю но там был угарный за человек общаться или чуть хоть 996 надо тут не ровнов это как не выжимка материал ну а здесь что создаем это так не работает прикинь мне попадает это видео я смотрю и вижу какую-то и когда мне следующий раз попадает стоя видео я не кликну типа надо стараться вот каждый раз а я видишь просто часто закидываю я закидываю 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 но назвал правильно как я могу заработать да мышь херня так не сделали подумать на то логично привет привет вчера мы же с тобой не нет чуть-чуть занят чуть-чуть занят ты про это да в мире а не знаю долл восемьдесят четыре час на сколько во сколько 84 у нее не поднимался высаживаю но я смотрю видео но это ошибка это хуйня он все раз все сказал все но cb вот курс доллара низ не было скачка вот 24 а подожди вот пишет от 84 и 5 до 200 сколько стоил доллар и евро в обменниках москвы пока закрыты биржи купить иностранные валюты по-прежнему можно в обменниках пунктов и вы комиссии по каким ценам предлагаю доллар и евро московские рынки а вот скачки джей энди макси продать доллар 83 купить есть 200 рублей за день он канзане 100 105 до 200 рублей за один вот на марксистской кутузовская 105 норвег банк маяковская 2487 ну да пойдет в хорошо вверх вот да не ноги вот рассказывать но не с этим может это просто руина даже оставлю я поняла я поняла че ты сказала никакой реакции ничего хорошо будем будем так действовать короче не будет поливать но стараться я буду снимать видишь так меня на час это я уберу шурт пошел они просто проистал это не шуртс короче тут нам достойно я понял и чтобы поливать можно короче ждем тогда валерку когда он там что я пока служит будет делать так и быстрее будет оборот ну да это не вишка гамма я вижу часто где-то можно прям часто на в каких-то там асмр том же или в банках просто льешь 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 и тут галя для меня а где-то вот можно прям короче контент но также как и с флобами на этом это стараешься что более-менее поинтереснее правильно я помню так не я уже сделал так решил сделать акцент на готова чтобы поднять свои твич а потом после этого тем более сейчас будет резко подражание камера после этого как раз у меня появится скорее всего и время снимать да я возьму зелень зелень и 10 а потом уже стыдик то есть пока сделаем акцент на готова также в банках блогах как я вот снимаю только уже буду с хорошей петличкой снимать я думаю это самое рациональное решение линк-мод то сказал все правильно выйду на доход если у меня реально получится как-то забудьте где-то чтобы были просмотры там 8000 действия пока вы это вообще абсолютно не верится то я смогу очень хорошо выручить и даже хотят на десятку месяц каташки получаем быть просто по 300 к получаю в 300 500 тысяч на визе и не за колоссальный просмотр то есть на земля на просмотр за обычный косметик сделано на короче пилю контент по своему времени и возможности то есть вот у меня есть все после работы времени я играю батаршку будем ее прокачивать напишите комментариях что думаете а потом возьмите 10 чуть-чуть сделаем грим апгрейд этой малышки пока она еще вывозит нормально просто как только я покупаю зелень и 10 вот это мне надо будет продавать с ней круто снимай допустим те же мог банки да это же но вот так вот стоит если чё-то ем мог банк это момента вытаскивать питание постоянно туда-сюда таскать такая сестра чем прикол тут вы знаешь в чем прикол в том что это даже пассивный доход из прошло как это работает что затем он говорит человек стоит перс и вводит вы промокод и он не всегда привязывается к тебе тебе всю жизнь идет процент за ежедонат и выгод а пока прокручу посмотри на выпуски выпуски уже много интересней и такси любви посминал две части плюс еще новый имидж и повисели местом есть что посмотреть выпускать буду значит один ролик день просто запланировали туда запланированную публикацию все это загрузится и спать я в это же время время обязательно поддержите лайком и подпиской снять снял выпуски холды хорошо что сразу свободный капитал всякими еще день иду душ или кстати рано в час я уже ложусь сейчас буду стараться до час там до 12-30 вот так кажется что просыпаться потому что я безвухолвен и хочется прям быть в том месте потихонечку собираюсь хотел еще выпуск перестать морщить выпуск отнять почитать утро молочное дело блин рад что я вчера сделал неплохой выпуск смотрите даже подкинул хотя спортом сейчас не успела заебаться очень хорошо надо разобраться завтра я веду насчет движения остановлено тут не остановлен метров будет работать завтра думаю что до браслета у нас еще пять дней без воды без холодной воды а без горячей воды согнулся а вот это нормально так ну да есть еще да вот такой выносить дел конечно что люди на гташке там 150 тысяч подписчиков зарабатывают по полмиллиона рубля месяц тебе чего на гташке на выпусках там раз в неделю так сказать ну просто сидеть понятно что это постараюсь но проанализировал свой контент качество звука качество картинки я спокойно могу так делать дойти до этого уровня меня видите только на просмотр что было 5-7 хотят 5-7 тысяч на выпуске просмотров это же самое на и на вот на блогах если 5-7 тысяч было просмотров у меня уже были бы какие-то партнерки с той же едой там год фуд видите пока просмотров мало ствола так 100 до 200 максимум от наверно 50 до 100 а вот нужно хотя бы от 1000 до 5 до 10 были до 7 до 7 мечта ну что все все еще хочешь чтобы получить меня разумеется все будет так как ты сказал друзья выпуски погода начнет работать причине вчера только закинул же комментарии даже сегодня даже кто-то отметил время это очень приятно кто-то сегодня на канале 1000 подписчиков на запасном так что тема сработала теперь будем стремиться чтобы то вести до здравствуйте потому что только представьте если на готово можно на готово можно какие-то делать но в принципе поход на любую игре делать просто главное вот начать и я смогу набрать хорошую аудиторию аудитория это как смог банками начинать смотреть также и влоги постепенно постепенно забудьте свои уже это просто прокачать свои каналы пополнить они там набирать из-за шорцев по 10 20 подписчиков более я очень рада еще раз спасибо алина что она мне подсказала сделать и вот эти вот личные мысли по поводу техники особенно сейчас такими ценами это прекрасно это не может не радовать так что когда так возьму тройку кстати нужно и воплотить и вчера закинул и четыреста две тысячи пиреста на свободу капитала и сегодня продам этот микрофон до 3 800 еще тоже таки потихонечку двигаемся сколько видно все а в Тут, кстати, не очень много. Сеть даже прилично. Обычно намного меньше. На самом деле до хрена надо как-то ускориться. Девять сорок два. Можно ускориться. Дойти уже по-быстрому. Погода класс. Сорри за звук, который на фу. Это что-то строже тут или свергнет. Наверное, плитку. Так. У меня сегодня на ужин индейка. Сейчас попью капучино. Выпью капучино. Насчет завтра так и непонятно. По идее, все будет работать. И я смогу доехать до Косино. Встретиться с Кентом. И работать там. Блин, я так рад, что выпуски зашли. Видите, какая... Просто я, на самом деле, раньше закидывал ролик, да, и даже не задумался, насколько он интересен, важен, было бы интересно мне самому смотреть. А сейчас, если честно, вот, там контента не так много, но хотя бы уже есть сюжетная линия. И если еще подрезать моменты, не нужные вот эти стопы, может, я из каких-то из этих всех выпусков потом буду сделать, делать именно выжимку моментов и загружать. Причем не страшно, можно загружать прямо на этот канал. Ну, любые выпуски по ГТАшке заходят, но вот эти прям хорошо бустятся. Потому что даже таймфрейм отметил, чувак, это немаловажно. То есть там самый смех в тринадцатой минуте, да, пусть. Я вчера смог сделать по идее три или четыре выпуска. И еще лег нормально. Не в два ночи, а рано что. В час пятнадцать. Так что шикарно. Тихонечко. Посмотрим, сегодня тоже сделаю пару видосов. Ну, закидываю именно раз в день. И закидываю один ролик в день, чтобы не было слишком много и, типа... Короче, не солью не мустрить. Потому что когда по пять, по десять роликов в день, мне кажется, это плохо бустится. Особенно, что касается ГТА. Другой вот, допустим, тема тех же мурбангов. Тоже основная такая часть, что бустит канал или СМР, вот это чтение. Можно закидывать хоть десять выпусков в день. Чем больше, тем лучше. А вот именно с ГТА нужен уже такой конкретный контент. Выжим. Ну что, друзья, иду я, собственно, отправлять микрофон на продажу. Вот этот свой старый Fifine. Скинул цену, но... Нужны деньги. Деньги должны работать. Я просто закину под процент. Нужно его продать, потому что он лежит. Как бы... Ещё бы хорошо продать материнскую плату, да, и... Жёсткий диск... Дико... Жёсткий диск было бы вообще шикарно. Если честно, обо всём так задумался. Мне очень нужно научиться делать контент. Если я научусь делать контент, пусть это в ГТА, да, то... Со временем я научусь и в жизни как бы делать контент, понимать, насколько важна, да, выжимка вот этого материала. Потому что я сам такой человек, может, это распиздяйская какая-то... Какая-то черта. Я поливаю много материалов. То есть я делаю прям огромное количество материала. Но вот именно... Нужен самый сок, так сказать. Вишенка на торте. И вот этот ГТАшка, на самом деле... Монтаж ГТАшки, да, и... Именно по контент-плану, так сказать. Действие по контент-плану. Он меня научит. Вообще... И в дальнейшем может очень сильно помочь мне, так сказать, в карьере блогера. Не знаю. Но вчера прям продуктивный был денёк. Поснимал. Я ещё... Ну, все, на самом деле, к 12, как я понял, 12 к часу расходятся. Где-то 12... 12-20. Уже Алин тоже уходится с твича, да. И робит не смотрит. Как бы в это время я и могу ложиться. И к этому времени, на самом деле, успеваю отснять материал. Так или иначе. А если так посчитать и продуктивно использовать время, то можно отснять, допустим, за неделю выжимку. То есть в день сидишь где-то 2 часа. Ну, обычно я даже больше каждый вечер. Сразу начинаешь пилить. Ну, даже на часовой ролик в неделю спокойно. А уж... Я уж не говорю о 15-минутном ролике, да. А мне-то надо там, может, 10-минутной, 15-минутной в неделю самую выжимку вот так делать. В принципе. Так мне трамвай пропустим. Не знаю. Ну, просто представьте, да. Я не хочу сильно надеяться на то, что вот там можно будет зарабатывать какие-то деньги. Но если это вообще будет когда-то, да, хотя бы я научусь делать контент. Именно сочный контент, чтобы это было смешно. И мне самому интересно. Это как бы прям приятно, знаете, там тот же фрагмент шортс. Приятно смотреть этот видос. Самому интересно. Раз фрагмент закидываешь, и это смотрибельно хотя бы. Хотя бы делать что-то смотрибельно. Да. Потому что вот что меня мотивирует снимать влоги, когда, допустим, я увидел, что это смотри. Раньше я даже не смотрел влоги, то, что это снимают. Лишь 16-17, я не смотрел. Просто брал камеру, там говорил и не просматривал материал. А вот не так давно, там, может, с год, что ли, назад. А, нет, даже не с год. Два года назад, да. Два или два с половиной года назад. Там, по-моему, в двадцать первом году, когда мы еще там снимали и с Камалом снимали. Еще был темный волос. Я такой посмотрел. Интересно, очень смотрибельно. Я такой, блин, круто. И потом, спустя время, опять продолжил. Ну, то есть, с паузами. Вот, кстати, та тачка. Я вчера, получается, под съем был надел. И я тогда подумал про эту всю историю. И, как бы, на самом деле, это прям нормальная тема. Да, хотя бы, ну, сделать такие азы. Ну, если в дальнейшем получится даже пять, там, или, там, четыре с половиной тысячи в месяц. Вот, не увеличивая, так сказать, свой режим. Да, вот, просто сидя там два часа в день делать выжимку. А я думаю, что получится намного больше. Даже в идеале там и сто, и больше ста можно будет зарабатывать. Главное, вот, научиться делать контент. В плане вот этот выжимку. А в какой-то из дней я просто сяду за монтаж. Либо просто с телефона помонтирую. Это тоже позволяет иншот. Можно сделать. Особенно начало. Тоже с петли записать. Так что так. Я вдохновился тем, что мне написали комментарии, которые я закину сейчас тысячу подписчиков, кстати, на втором канале. Я закинул видос вчерашний, да. Потом закинул сразу запланированную публикацию на завтра, уже послезавтра и смотрю уже комментарии. Типа. Смотрю уже комментарии и... Такое... Ааа... Значит там... Там причем комментарий был такой... Ааа... Именно по... Конструктивный, короче. Конструктивный. Даже с таймфреймом. С каким... С какой минутой, так или иначе. В какой... Минуте, собственно, Аа... Произошло там... Какое-то действие. Ааа... Там... Ну, короче, по сюжету. Я мне прям чувак написал. Мне было удивительно. Это очень круто. Ну, а со временем просто будет больше и больше там просмотров, комментариев. Потому что это просто интересно смотреть. Мне самому будет интересно именно смонтировать еще из этого. Да, было бы здорово как-то можно забиндить кнопку, чтобы я просто нажимал кнопку, как бы пошла запись. Надо тоже с ОБС-кой разобраться, чтобы это можно было делать просто как вот с NVIDIA, когда делают на видосах. Короче, это очень круто. Ну, вы только представьте, да. То есть одно дело, когда тебе нужно вложить много денег, да, для пассивного дохода. А тут как бы ты делаешь всегда выпуски. И они тоже благодаря промокоду, типа людям, которые... Ну, я пока не получил промокод, но в дальнейшем могу получить, да, если разовьюсь в этом. люди просто заходят, допустим, если они донатят в игру, я буду получать с этого деньги просто всегда, по жизни, так сказать. Представляете? Каждый их донат я получаю какой-то процент, там один-два процента. А люди туда миллионов, некоторые вот миллионы задоначивают. Вы представляете, насколько это просто потрясающе? Да я такой думаю, вау, шикарно. Опять же, сильно не надеюсь на это все, но хотя бы вот для меня сейчас самый главный стимул, что это будет самому интересно смотреть, смотрибельно. как бы, ну, по сравнению с контентом, который делают все, да, и мои технические вот это все истории, которые сейчас есть. Я думаю, блин, я могу сделать намного лучше, как, в принципе, и говорил. Там, Алина, допустим. Так что... Так, а где бы я сберял? Вот, по-моему. Да, все. Пойду отправлять. Все, на самом деле, отправил я этот... Как он называется? Микрофон старый свой отправил, которым пользовался. Надеюсь, я нормальный шнур туда положил. Ну, вроде, нормальный. Не проверил. Вроде, это тот шнур. Ну, думаю, еще шнур это стоит не так дорого. Тем более, микрофон я продаю дешевле. Без обид. Чувак не обидится, и вон в идеальном, так сказать, состоянии. Так что так... Ну, что, ребят, вот такие мысли. Ну, вы представьте, да, одно дело, когда тебе нужно откладывать там, те же там 2 миллиона или 4 миллиона, чтобы заработать 20 тысяч. Или ты просто снимаешь видосы, да, фрагменты, хотя ты их и так делаешь, что ж не ради цели заработать эти 5 тысяч там в месяц. Ну, вы только представьте. То есть, когда вот, допустим, плохая погода или дождь, ты просто можешь заходить в игру и делать контент. То есть, в рпшку. Заходить в рпшку и снимать контент. Когда, конечно, есть в рилке возможность что-то снять. Ну, эти без опыта, так сказать, все приходят с опытом. То есть, понемногу-понемногу ты начинаешь с игры, да, это тебе позволяет, допустим, тоже коммуникабельность. Развитие или с того же Твича. Ты начинаешь общаться с аудиторией. Ты не можешь просто выйти на улицу. Ну, то есть, не все так могут выйти на улицу. Сразу там доедутся до людей, снимать какие-то говнопранки или... Ну, это тоже работа, я вчера тоже смотрел там. Реакция, как бы, всякие. Но я бы не смог. Либо надо быть прям тупым, типа. Прям тупым нормально так быть, чтобы а-ля безбашенным. Либо вот, короче, все свои какие-то страхи внутренние побороть, да. И просто доедутся до людей, там, снимать какие-то реакции. Ну, чтоб это было смотрибельно, смотрибельно, смешно. Чтоб тебе там давали пизды на улице, да, чтоб тебе... Ну, короче, какой-то был прям... Чем жестче контент, тем сильнее. Ну, опять же, можно средний контент. Просто со средним контентом ты будешь густиться дольше. И я, на самом деле, такой вот мысль вот почувствовал, что плюс-минус это все похоже. Просто, видите, делать контент, как бы, кто-то прям вот из жопы вон лезет, чтобы это был прям такой контент, который заходил, нереально заходил, да, и как бы вызывал какой-то резонанс. В принципе, все на этом и построено. Ну, знаете, как реакция, вот, допустим, на какие-то журналы или на красивые картинки, или там на хайп в плане, когда сварят деньгами, то есть... Вся вот эта история, это же тоже контент, это просто фрагмент контента. Можно наши вот, если грубо говоря, всю жизнь как бы разделить на а-ля АФК и а-ля контент. То есть, встретил, да, кого-то, что-то там, пошла дискуссия или какой-то интересный человек, это уже контент, да, вот смена там обстановки, работа, не знаю, жилья, смена города. Видишь, ну, как бы, ты переезжаешь куда-то, это тоже контент. Я не знаю, типа, удастся мне, удастся мне вот эту суть как бы до вас донести. Но я думаю, удастся. Ну и также вот в сфере блогинга. Просто мне вот не хватает именно... Мне просто вот именно не хватает темы, чтобы, так сказать, начального буста, начального буста, который даст мне просто вот быть полностью в этом всём. Делать какие-то коллабы и т.д. и т.п. Но начальный буста, сами прекрасно понимаете, это сложно. Я просто из-за того, что сворачивал, да, типа, там, начинал другое. Или вот просто это даже случайно происходит. Ты это снимаешь, снимаешь там, типа, а-ля делаешь, потом просто тупо начинаешь там, допустим, не делать контент, а какой-то фарм получается. То есть ты смотришь, что это максимально скучно, если бы ты сам как зритель смотрел, это максимально скучно, ну просто скука, типа. И вот такая хрень происходит. Тоже хотел спросить у вас насчёт вот... Я же снимаю СМР, допустим, мукбанги, которые можно поливать. Там не надо заморачиваться, в принципе, насколько выжимка материала, не выжимка. То есть насколько там такой материал важный или не важный, ты можешь его, типа, делать просто... Главное дело и постоянно. Какая суть, да? Суть вопроса в том, что, может, мне реально стоит на него тратить или там покупать какую-то еду, что-то готовить, потому что он очень хорошо бустил. А сейчас я из-за того, что не успеваю, что, может, не так часто снимаю видосы, типа, поэтому... Но буст не такой большой происходит. Не знаю, в связи с чем это связано. Ну то есть всё равно там подписывается как бы, ну и не так много. Потому что то отписывается, то опять подписывается. Не знаю. Хотя, с другой стороны, тоже пичкать себя вредной едой или готовить. На готовку нужно время. На всё нужно время. Но можно какое-то приятное с полезным, типа, совместить, как я, на самом деле, раньше и делал, да, и раньше и планировал. Допустим, я делаю вот каждый день два выпуска там по 10 минут или там от 5 до 10 минут чтения просто. Я читаю, закидываю эти два ролика утром и вечером. Один утром, другой вечером. И просто снимаю, когда ем. Такая история. Ну я, в принципе, так и сейчас и делаю. Просто читаю, бывает, вечером не успеваю прочесть, да. Но утром вот сегодня почитал книгу там. Вчера тоже. То есть это, вроде как, приятная привычка, да. С другой стороны, это тоже контент, который помогает мне развить канал второй запасной, да. И на вот этот основной тоже даёт, так сказать, подписчиков просмотры на влогах. Ну видите, тоже выжимка. Всем понравилось, как я снимал с Камалом. Я, кстати, к Камалу не говорил, что всем понравилось, надо будет сказать. А вот когда с Серёгой почему-то шли, не понравилось. Типа, может потому что слишком уделил внимание как собеседнику, да. Общался не со зрителем, вот как сейчас, да, именно с вами, а именно как с собеседником. Особенно если это без петли как бы сделано и там, ну вроде я посмотрел, слышно, было хорошо. Ну короче, как это, типа все сказали, что это скучно, ну и для трёхчасового ролика лайков было овер как мало. Потому что как-то я сам снимал там, трёхчасовой ролик было по двести. Хотя я бродил в одиночестве, просто рассуждал. Опять же сто раз повторяюсь, как это обычно происходит. То есть одну и ту же мысль, вот у меня есть такая привычка. Я несколько раз повторяю, короче, как заезженная пластинка. Не знаю, начинает что-то заедать, ты просто это повторяешь, повторяешь. Хотя можно раз сказать, как бы её и забить. Вот такая тема. Ладно, сейчас по времени двенадцать шестнадцать. Скоро уже надо будет есть. Ништяк отправил микрофон. Именно разобрал. Мне ещё больше всего облегчило то, что мне не горит вот сейчас с этой камерой. Я сегодня вот стою в метро такой и представил. Вот я сейчас купил эту зевишку. Я ж не пойду в метро с ней снимать. Прям каждый момент. Телефон-то я достаю на изи. Тут главное, наверное, не техническая составляющая, а именно чтобы делать. Вот почему мне так понравилось, что я купил телефон. Я сейчас иду, собственно, за мороженым. Коллег попросил, мне попросил купить. Сейчас я возьму, собственно, мороженое себе. Зарине. Потом ему. Потом шоколадную булочку. И шоколадную булочку Пончик он заказал. И Активе. Вот такой. Я схожу в магаз, мне всё равно какбасов делать нечего. Есть свободная минутка. Плюс я ещё хотя бы могу поснимать этот контент. Ну и халявное мороженое. Подгон. Доброе очень. Так. Так сказать, ещё и учит меня. И вот подгоняет мороженое. Так. С чего мы начнём? У меня, на самом деле, зарядки 6%. А вот начнем с Пончика. Третий. Так, мне надо режим. Режим стабилизации. Вот Пончик. Смотрите. Сильзей рублей стоят. Очень дорого. Так, мне надо взять Активе. Прикиньте, подорожал. Доброе. Так, мне надо взять Активе. И, собственно, мороженое. Активе где у нас? Кстати, можно посмотреть мясо. Но мне сегодня некогда будет готовить. Потому что нужно будет снимать выпуски. Ну, а она тут проще все на районе купить. Ну, то вы забывали раньше скидки? А, вот на такое мясо. Кстати, котлеты домашние. Щетки 130 рублей. А по карте что это? А, две штуки 119. Нормальная тема. Но их можно разделить, собственно, на два дня. Так что тоже кудрянька. Вот здесь чудо. Активе именно с этим. Со вкусом. Вот клубника. Био-йогурт. Вроде с сахаром, да? Клубника. Да, пойдешь. Так, а теперь надо взять мороженое. Взять мороженое. Вот это мне уже нравится. Сейчас будет контент. Сейчас возьмем несколько мороженых. Заринь тоже. Заринь, походу, такой же, как мне. А, плохие новости. Нет моего. За 13 рублей мороженое. За 13 рублей мороженое. Подставка. И, кстати, нет мороженого, которое... А, вот есть мороженое, которое он есть. Оно, вер, дорогое. Заринь, наверное, такой же. Либо магнат. А, тогда я брал ей магнат. Она обошлась надорого. Ну, ладно, возьми. А вот себе какое взять? Интересно уже. Красота лометра. Это что? Сколько вес? Кломбир. Ведя на 100 грамм. Сорбет. Верховный. Новгородская. А сарафанова. Красная цена. Сорбет. Мороженое. Вот какая-то плитка. Японская, что ли? Сорбет. Вот этот золотой есть. Сколько хочется просто здоровья. Кломбир, коровка. А вот 105. Двухсловная. Кломбир 105. Наверное, она тоже дорогая. 105 грамм. 70. Ой, я даже боюсь представить сколько. А это сколько? Это тоже, по-моему, здоровая 105. И сливы. А это 100 грамм. Коровка. Вот это крем-брюле возьму. Коровка. Да, крем-брюле. А сколько она весит? Не, мне кажется, это меньше. Ладно, попробуем вот это. Или обычное взять. Крем-брюле. Крем-брюле. Крем-брюле просто маленькая. А вот это сколько? 100 грамм. Ладно, не знаю, сколько это стоит. Но беру. Ну, вышло что-то дорого. Надеюсь, мне хватит. на карте. Погнали. Вышло, кстати, очень дорого. В принципе. 406, представляете? Вот что процент. 406 рублей. 99,74. А, моё мороженое самое дешёвое, Дмитров, 74. Ладно. Йогурт 51, ягода. Так, вот так лучше вам показать. Sorry. 406. О. И магнат. Самый дорогой. 129. 130 рублей. Магнат. 99,74. Так. 406 рублей. Всё, что у меня на карте. Да, кудрянько. Ну, это любимая Заренина. Я всё-таки взял его. Думаю, Мика не будет против. Потому что я не знал, какую ей взять. Так, мне кажется, проще. Вот, смотрите. 406. 406 трубчиков. Очень даже неплохо. Для дальнейшего роста. И просто раз в неделю там заказывать что-то. Не, или готовить шоу, ну, или куча мяса. У нас будет как-то пожарить картошку. Здесь помидоры греть. Верим отстать топ-ый час. Не переживай. Не переживайте, сэр. Всё будет отлично. можно поставить. 座unte регион설 max. У.